Добрый вечер Гомель, меня зовут Наталья Волонец и я приглашаю всех провести этот вечер на телеканале Беларусь4. Дорогие друзья, сегодня, согласитесь, пятница все-таки необычная, все православные верующие в предвкушении Пасхи. Ну и так сложилось в этом году, что вот Страстная Пятница, она все-таки совпала с Днем Памяти об одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества, аварии на Чернобыльской Орес. И вот посмотрите, как получается интересно, вот с одной стороны, казалось бы, такая вот страшная трагедия, а впереди все-таки вот у нас другое событие, очень светлый праздник и своего рода, наверное, такое, знаете, напоминание, что вот все-таки что-то удивительное, спасительное находится всегда рядом. Ну что ж, в преддверии Воскресения Господня, дорогие друзья, наша программа решила выяснить, какие же традиции существуют у этого праздника. Давайте посмотрим сюжет. Как правило, верующий человек приходит на ночное богослужение, участвует в крестном ходу, потом освящение куличей, и, соответственно, уже с радостной душой, после того, как он побыл на богослужении, освятив куличей, те, кто соблюдал пост, вот, идут разговляться, вот, вспоминая те события, которые были, вот, 2000, практически 2000 лет назад, вот, и ту радость испытывает от Воскресения Христова и то, что сделал для нас Господь. «Окрашивать яйца в красный цвет» связано с историей о том, как одна из женщин, это Мария Магдалина, которая первая встретила воскресшего Христа, вместе с апостолами пошла проповедовать о Воскресении Христовом, и она проповедовала это перед царем Тиберием, императором. И когда она сказала «Христос воскрес», то император над ней посмеялся и сказал «Я быстрее поверю, что яйцо красным станет, чем в то, что мертвые воскресают». И в это время у Марии Магдалины, которую она держала в руке яйцо, оно стало красным, и свидетельство этого чуда сподвигло императора и всех приближенных его уверовать в Воскресение Христово. Люди приходят освящать куличи, которые они приготовили накануне. Это связано опять с той традицией, с апостольской, когда апостолы, сходясь за трапезу, оставляли одно свободное место для Иисуса Христа, и оставляли немножко хлеба. И вот каждая семья, освящая кулич, она как бы хочет, чтобы Христос невидимо пришел в каждую семью и побыл с этой семьей, конечно же, благословил ее. Самое главное, наверное, все-таки ощущение радости, которое человек должен унести с собой, побыв на богослужении от того, что Господь наш Иисус Христос любит всех, принес жертву такую большую за тех людей, грешников, за нас, грешников, которые достойны были всякого наказания, но Господь понес это наказание вместо нас, и Он, проявляя таким образом свою любовь, дает каждому из нас надежду на будущую жизнь и на личное спасение. Дорогие друзья, какие традиции пасхального воскресенья есть в вашей семье? Звоните в студию 34-22-43, можете также оставить свое сообщение в Вайбере, ну а также приглашаю принять участие в нашем конкурсе. Напоминаю, что в конкурсе можно участвовать только по телефону, в студии 34-22-43. Сегодня разыгрываем билеты в музей на выставку «Главный символ христианства». Выставка проходит в эти дни в Гомельском дворце Румянцевых и Паскевичей. Позвоните в студию и попробуйте ответить на вопрос нашего конкурса, как в народе называют «Первое воскресенье после Пасхи». Внимание, «Первое воскресенье после Пасхи». Вот как принято в народе называть этот день. Ну а я хочу представить гостей в студии, дорогие друзья. Сегодня мы строим планы на праздничные выходные вместе с жителями деревни Маркович и Гомельского района. К нам приехали Виктор и Валерия Шибковы. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, очень рада, что вы сегодня, я знаю, что вы очень в хлопотах все, да, в такие дни предпраздничные. Ну и очень благодарна, что, конечно же, приехали посвятить этот вечер для нашей программы нашим зрителям. Ну и расскажите для начала, как вообще в Марковичах идут приготовления к великому празднику большому такому? Полным ходом. Полным ходом. Одним словом сказать, да. Ну, конечно же, приготовления еще начались задолго. Вот вчера, к примеру, был чистый четверг. Вот, ну и я думаю... Основной день был, да, такой основной день подготовки. Всего и быта, и домашних каких-то мест. Я так поняла, вот у нас так пахнет на всю студию уже куличи. Это вот ваше, да, Валерия? Это вы так приготовите? Это нужно делать именно в четверг. То есть что вы делаете в чистый четверг обычно вот в Марковичах? Красти яйца, я так понимаю, да? Ну, с самого утра моемся. Моемся. Даже задолго до рассвета омываемся водой обязательно, помыться. Нисколько помыться, просто обдаться нужно. Это дает здоровье всем, как говорится, близким, кто обдался. Будете и здоровы, и говорят, что, ой, вот как-то, чтобы так не забыть. Здоровье – это основное, а дальше будет и достаток, и благополучие, да. Как и в семье, как и полностью. То есть нужно вот это делать с самого утра. Нисколько мыться, просто обдаться. Хорошо, ну, кроме того, что привести себя в порядок, да. Какие-то же, наверное, еще и мужские хлопоты есть. Ну, вот я еще вспомнил про традицию четверговую. Вот на самом деле четверг – это очень такой, считается, сильный день. И я думаю, каждый слышал о четверговой соли. Вот, ее тоже нужно приготовить определенным способом. И вот считается, что соль, приготовленная в этот день, вынесенная на улицу, она тоже обретает, ну, это народное поверье, да, магические свойства. И очень сильный оберег, как от недоброжелателей, которые приходят в ваше жилище с плохими мыслями. Вот, и вообще, если что-то болит, четверговая соль всегда помогает. И в пищу можно добавлять, и осыпать, вот, больного посыпать. И дом защищать, и детей. Столько хитростей, да, я не могу сказать сложностей, столько интересных хитростей существует не только в Марковичах, дорогие друзья. Еще раз хочу напомнить вопрос нашего конкурса. Как в народе называют первое воскресенье после Пасхи? 34-22-43, ждем ваших вариантов ответа. Разыгрываем сегодня билеты в музей на выставку «Главный символ христианства». Выставка проходит в Гомельском дворце Румянцевых и Паскевичей. Мне подсказывают, что у нас есть вариант ответа. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте с вами познакомимся. Как вас зовут? Вера Ивановна. Вера Ивановна, скажите, пожалуйста, вы уже куличи спекли, яйца покрасили к Пасхе? Ну, куличи, да, яйца еще завтра будут краситься. Куличи, да. Вы знаете, мы сегодня приготовили сюрприз для наших зрителей. Мы постараемся вас удивить, да, может быть, даже покажем какие-то интересные хитрости, как правильно готовить пасхальные яйца. Так что оставайтесь с нами, ну и попробуйте поучаствовать в нашем конкурсе. Как в народе называют первое воскресенье после Пасхи? Ваш вариант. Мне кажется, помина Пасха. А есть еще какой-нибудь вариант? Ну, Юли, провод на воскресенье. Вот больше так не думаю о помина Пасхе или провод на воскресенье. Ну, к сожалению, немножко другой у нас вариант ответа, но в любом случае спасибо вам за телефонный звонок. 342243. Дорогие друзья, как народе называют первое воскресенье после Пасхи? Разыгрываем билеты в музей на выставку «Главный символ христианства» в Гомельский дворец Румянцевых и Паскевичей. Вот мы заговорили про традиции пасхальные в Марковичах, а вот какие семейные традиции на Пасху, именно на светлое воскресенье, есть вот в вашей семье? Вот вы утром на Пасху, ну, во-первых, служба, я так понимаю. Да, сама служба, непосредственно посещение церкви. Последние годы у нас папа, он и по службе, и потому что детки маленькие были. А так, с самого утра встают детки, у нас служба. То есть вот даже сейчас воскресенье, но не получится, они уедут к бабуле. Вот, всегда включается либо телевизор, ну, по миру всегда идут такие, как мовит, богослужения, проповеди, да. И вот оно идёт, на фоне этого все встали, не умывшись, пошли кушать яйцо, Пасху, то есть вот так. То есть здесь перебью свою жену, не умывшись не в том смысле, что они умываются, а не умывшись в том смысле, что не так традиционно, то есть не набрав воды в руки и обдав себе лицо. А вот традиция у нас умываться освященным пасхальным яйцом. Вот, то есть яйцо, которое освящено в церкви, водичку ложим, и каждый не руками, а именно яйцом обтирают глаза, и вот глаза, и всё лицо, и считается, что это и красоту себе рисуешь, молюешь, как говорится, чтобы быть красным, красивым. Ух ты, какая интересная традиция. Видите, не все мы горожане знаем об этом, да. Продолжим дальше. Так. Вот, и, ну, я думаю, все знают, что принято разговляться в воскресенье утром. И вот это яйцо, которым умывалась вся семья, в дальнейшем оно чистится, шкаролупочки не выбрасываются, а дома, вот если в деревне, у нас то под крышу, под стриху. Вот, это как и защита от молнии идёт, тоже сильный оберег считается. Это яйцо делится и посыпается сверху освященными продуктами. Это мак, пшено и соль у нас. Вот, и кусочек пасхи, кулича съедаешь освященного, и вот это яйцо. Это считается, что... Очень интересно, казалось бы, такая вот простая традиция, но всё делить на кусочки, на каждого члена семьи, это так здорово, ведь у вас большая семья, трое детей, да, с Богом, да, ещё прибавление скоро, да. И это так здорово, когда вот с одного, казалось бы, яйца и вот так вот объединилась вся семья, очень интересно. Возвращусь сейчас к этому, что одно яйцо на всех членов Сивенделицы, да. Вот у меня прабабушка, она говорила всегда, вот такая мудрость народная, да, говорит, «Одна баба съела быка, и славы ни какой нема, а другая одним яйцом усювёску накормила». Так вот и здесь. Вот так вот обычно, дорогие друзья, в Марковичах, вот такие интересные традиции в семьях деревни Маркович Гомельского района. Итак, хочу ещё раз напомнить вопрос нашего конкурса. Как народе называют первое воскресенье после Пасхи? Есть ещё один вариант ответа. Добрый вечер, вы в прямом эфире, давайте с вами познакомимся. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Илья. Илья, вы уже подготовились к воскресенью Господнему празднику? Ну, будем ещё готовиться, только закончилась трудовая неделя. Скажите, какие есть у вас традиции в семье? Как у вас принято этот праздник встречать? Ну, собираемся вместе в основном в воскресенье, а в ночь идём в храм. Отслуживаем полностью всю службу и уже либо ночью, скажем так, либо на утро уже всей семьёй собираемся. Здорово. Скажите, пожалуйста, есть у вас вариант ответа на вопрос нашего конкурса, как в народе называют первое воскресенье после Пасхи? Да, есть. Ну, вот мне бабушка говорила, что вроде бы Красной Горкой или Антипасха что-то такое. Очень правильный ответ. Действительно, Красная Горка или Антипасха именно так называется в народе. Ещё раз хочу уточнить, первое воскресенье после Пасхи вы выиграли билеты в музей на выставку «Главный символ христианства», которая проходит сейчас в Гомельском дворце Румянцевых и Паскевичей. Мне кажется, вы знаете, Илья, это прекрасная возможность после службы, после того, как вы с семьёй пообедаете, сходить на такую замечательную выставку и ещё раз духовно оббогатиться. Так что спасибо вам за звонок, мы вас поздравляем и хороших вам выходных. Ну, я знаю, что у вас действительно большая семья, это не только много деток, это ещё и ваших огромное количество родственников, да, и сестёр много, и зятьёв, я знаю, вот у вашей мамы много. И, Валерия, вот расскажите, какими пасхальными угощениями вы будете подчивать гостей, чем будете радовать детей в Светлое Воскресенье Христово? Ой, задумок много. Я хочу прям вот по названию фаршировать ножки, голень. Так, а чем? Ну, прям ножками, там срезается кожура, то мясо, ну и косточка тоже, получается, на самом костяке. Всё, понятно. Вот, и вот это всё мелкими кусочками, всё это назад. Это же героня, нет? Только там оно ещё маринуется, очень вкусно получается. Так. Потом хочу в рукаве картошку сделать. Так вот, потом салат, цезарь, салат. Это всё, это всё Виктор вам диктует такое меню? Или это вы, но вы обсуждаете вообще, какой вы пасхаль? Нет, потому что там мы, в этот раз мы даже... А кто отвечает за куличи вот в вашей семье? Вдвоём. Серьёзно? То есть вы печёте вместе? Ну, вот я свою партию, вот свою. А, у каждого своя партия. А потом пробуем. У кого-то с ней, кто какие. Семья у нас большая, и каждый печёт куличи, как говорится, по своему рецепту. По своему рецепту. По своему рецепту. Все разные. А потом, когда собираемся, вот тоже, кстати, традиция, у кого крестники, то раньше, так сказать, была традиция производить пасхальный обход дворов. Ну, в Марковичах она, может быть, раньше отошла. И осталось только то, что вот крестникам дают волочённое, так называемое. Что это такое? Это небольшие подарки, угощения. То есть туда обязательно входит это яйцо красное, пасха или целое, ну, то есть кулич или половинка там уже, и конфеты. Вот, то есть всё, что ребёнку не нужно. Хорошая традиция такая. Вот. И потом, когда собираемся, пробуем всё-таки, у кого же пасха самая вкусная получилась. А кто решает, дети или вы сами решаете? Дети, наверное. Чечень кулич вкуснее. Который съедет до конца. Тот самый вкусный. Ну, поделитесь рецептом марковического кулича, который сегодня так пахнет в нашей студии. Он ещё горячий, по-моему, или очень тёплый. Расскажите, Валерия, расскажите. Я его старалась, вертела. Ну, обычные ингредиенты, но необычно делать его, то есть необычный способ приготовления. Вначале нужно взять молоко, и его не довести до кипения, а немножечко, чтобы не пекло даже палец. Горячо, чтобы было. В другом сосуде, посуде, разболтать яйца, то есть это миксер или венчик. Потом в яйца, именно тёплое вот это молоко подогретое, разболтывать. Потом туда масло, сахар, ну, всё, как обычно, ванилин. И ещё куркума для того, чтобы был золотой. Вот я смотрю, цвет такой красивый. Для того, чтобы внутри он был золотым. Вот. И всё это перемешать, и потом только, когда чуть-чуть оно всё уже остынет, уже можно добавлять дрожжи. Но я люблю сухие. Муж любит живые дрожжи. Живые, да. Да, я люблю сухие. А если есть время к этому подготовиться, то я ещё люблю яфару заделать за месяц до приготовления. Хорошо. А кто у вас занимается украшением пасхальных яиц? Тоже вместе? У каждого тоже свой способ есть? Да, тоже. Серьёзно? Я просто смотрю, что вы сегодня принесли в студию, и очень удивилась, что это принесла одна семья, настолько всё разноплановое. Дорогие друзья, вы знаете, оказывается, сегодня можно не только сварить в луковой шелухе пасхальные яйца, есть ещё и множество других способов. И вот прямо сейчас мы узнаем, как это делают деревни Марковичи. Готовы показать? Да. Ну что ж, тогда прошу, да, пойдёмте. Я буду тоже учиться, у меня ещё всё впереди, завтра важный день. Вот, ну, мне понравилось всё. Мне понравилось... Это вот чьё произведение? Это моё. Серьёзно? Это вот долго делается вот такая красота? Ну, такая красота... Нужна усидчивость. Да, нужна усидчивость, во-первых. Ну, минуты 10 нужно будет раскрашивать, потому что здесь большинство времени будет занимать это закрепление краски на основном яйце. Покажете сейчас, Виктор, как это делается? Ну, тогда мы полностью... Я расскажу. Всё, что нам необходимо для того, чтобы сделать такие красивые яйца, это так называемые писачки. Вот. Их можно изготовить, ну, с любой трубочки, припаяв сюда... Вот. Я использовал в тире, когда занимался в стрелковом, в частном порядке... Патрон, что ли? В частном порядке. Гильзы. Вот. Простая гильза. Вот. Это пистолетная, револьверная. Вот. Короче, вы сделали это сами. Такое вот приспособление. Да, да. Просверливается дырочка, туда вставляется вот это... Ну, у меня нет гильзы, чем я могу заменить? Можно заменить просто кусочком жестяночки, элементарно даже крышка. Её вырезаешь полукругом, закручиваешь, на иголочку тоже пропаиваешь и дырочку оставляешь там, чтобы... Ну, если вы сейчас покажете, что, для чего это, может быть, тогда мы сориентируемся, чем ещё, какую альтернативу можно найти? Можно гвоздик просто использовать. Ну, просто гвоздик можно. Да, в раскалённый воске наносить. Хорошо. Так, то есть это одно из главных приспособлений. Да. Потом у вас налита краска, я смотрю. Вот. Обыкновенная пищевая краска? Да. Обыкновенная краска, ну, можно использовать и луковую шелуху, вот, но она даёт красность. Да, да. Если нужны тёмные, здесь уже немножко нужно экспериментировать, запаривать или кору дуба, или кору ольхи. И она даёт разные оттенки. Вот, крапива та же самая. Такое народное, но мы попробуем... Да, мы попробуем уже, чтобы то, что можно приобрести в магазине и сделать. Вот. Самое главное, вот, ну, я использую для своих крашенок пустые яйца, потому что я их, вот, тоже традиция, дарю своим знакомым. Вот. Это как уже декор такой красивый. Да, да. Вот. И яйцо, когда оттуда вот убираешь внутренность, то остаются дырочки. Вот. И эти дырочки нужно запаять, так сказать, воском, вот, чтобы туда не попадала влага, не попадала вода. Вот. Этим мы и займёмся сейчас. Комментируй. Самое главное, вот, нам разогреть наш писачок. Внутри там находится воск, он растапливается. А, всё, теперь понятно. От свечки. Внутри находится воск. И вот он капает. То есть, а если яйцо целое... А если яйцо целое, то есть его просто... Можно начинать рисовать. Да, можно сразу начинать рисовать. Вот самое, самое сложное, то, что именно правильно вот запаять эту дырочку. Ну, пока вы запаиваете... Да, передать... Дырочку передадим эстафету, да. Я так понимаю, Валерия, что вот эту красоту сделали вы. С детьми. С детьми вместе. Дети спать не шли. Я... Вы знаете, мы долго, творческая наша бригада, разные варианты придумали, как это рисовать. Покажите, как вы это делаете. Главное – перчатки, потому что тут прям напрямую нужна краска. У мужчинам всё так сложно, вот обратите внимание. Да, они любят сложности. Очень интересно тоже. Да, у нас главное, здесь нужны перчатки, я так понимаю. Это горячие ещё, творные яйца. Лучше всего горячие брать. И тоже пищевая краска, я так понимаю, вам нужна для этого. Да, обычная краска. О, подожди, уже у Виктора что-то происходит. Ну, я начинаю окрашивать яйцо, то есть основу. Вот само яйцо пускаем сначала в самую светленькую красочку. Это у нас на пакетике написано «жёлтая». Жёлтая. Она получилась какая-то оранжевая, но наносится, и она будет жёлтая. И как долго держим? Ну, минут три, вот, чтобы краска взялась здесь, нужно смотреть уже. Опять-таки, если краситель будет горячим, тёплым, не горячим, то быстрее, быстрее и лучше будет. Но, опять же, это вот, если красить так, как моя жена, а если вот этим способом, которым я, я наношу воск. Если будет краситель, сам краситель горячий, воск просто-напросто будет плавляться. Она начнет плавиться, да. И не будет того эффекта, который мы желаем. Так, яйцо почти уже покрасилось, я смотрю. Да, уже жёлтенькое. В принципе, очень увлекательно, да. Вы готовы? Да. Так, мы смотрим внимательно, у кого быстрее получится. Да, у нас соревнования, дорогие друзья, да. Так, тёплое или горячее лучше. Это лучше всего, да, чтобы было тёплое или горячее. В обычные салфетки бумажные можно даже сразу две взять, завернуть. И будет... Не, спасибо. Берём ложку, даже много, четыре. Виктор, мне надо немножко, да, чтобы ты выделился со мной. Для каждого цвета своя ложка, чтобы не смешать, конечно. Начинаем с жёлтого. И прям льём. Вот прям льём в разных направлениях. А, вот почему перчатки нам нужны, чтобы... Просто вот так вот хаотично? Хаотично, хаотично, прям без всякого... Так это же, это же вообще чудо, это же... А детям так это вообще нравится. И стены... Я говорю, они спать не шли вчера. Они были в восторге. И получается, как интересно. Вот мы посмотрим, что у нас в прямом эфире получится. Вот посмотрите, как быстро что-то получается у нас у Валерии. А сколько надо времени, чтобы оно вообще потом уже было... Чтобы мы увидели результат? Где-то... Где-то... Десять. Десять минут. То есть мы в передаче, в принципе, увидим, наверное, да, что у нас получится. Если бы у меня были ещё одни перчатки, дорогие друзья, я бы обязательно сейчас попробовала. Всё? Сейчас завернём, чтобы не капало. Вот так. Здесь главное много салфеток, перчатки и разноцветные, да, краски. И вот так вот прям прижимать, но не сильно, чтобы не лопнуло, понятно. Ну что же, один способ, как декорировать пасхальные яйца завтра я уже знаю. Да, и вот у нас получится, дорогие друзья, у нас получится вот такая красота. Но мы обязательно проверим. Надо не забыть, ребят, не забыть, да, минут через 10-15 посмотреть. А вот что получается у Виктора. Вот, то есть что я сейчас делаю, расскажу. Вы покрасили в жёлтый цвет яйцо. Я покрасил в жёлтый цвет яйцо. И сейчас я просто закрепляю цвет. То есть что я хочу, чтобы у меня было этого цвета. Я вот рисую дорожки такие всевозможные. Воском? Да, воском. То есть этот воск для того, чтобы у нас был какой-то рисунок. Да. Воск сам по себе, вот у него такая консистенция, что он на яйцо прилипает и закрепляет краску. Остывает, и его, вот к примеру, в простой воде трудно убрать. Вот. А наносим вот цвет, вот я центрально нанёс, сейчас вот такие. Знаете, вот дети очень любят играть в битки, и раньше такая традиция была в деревнях, разгорки их спускали. Она и сейчас. А в Марковичах вот как? Есть такая традиция? Да, мы уже с мужем разговаривали. Говорим, давай же шифер, надо готовить. Да, тем более столько малышей, конечно же. А знаете ли вы, что на Гомичине есть музей пасхального яйца, и даже проводится пасхальный фестиваль? Не знаете. Ну что ж, дорогие друзья, про музей яйца, пасхальный фестиваль, а также о том, как готовиться к этому светлому празднику в Белорусском Залесе. Вот прямо сейчас нам расскажет директор Залесского киноконцертного центра Наталья Лукомская. У нас на связи город Чечерск. Наталья, добрый вечер. Добрый вечер, Гомель. Добрый вечер. Мы очень рады слышать вас в прямом эфире. Вы знаете, мы тут декорируем вовсю пасхальные яйца. Ну, не знаю, удаст ли нам вас переплюнуть в этом мастерстве. Вот посмотрим, да, я знаю, что у вас огромные фонды интересных пасхальных яиц в музее. Но для этого, до того, как мы поговорим про музей, расскажите вообще, как Чечерщины готовятся к Пасхе. Какие вообще традиции сохранились, какие традиции соблюдаются у местных жителей? Очень многие традиции как были ранее, так и сейчас сохраняются. Всю предпасхальную неделю, как и много лет назад, так и сейчас люди проводят, конечно же, в хлопотах. И каждый считает, что в этот великий праздник в доме должно быть очень чисто. Многие избавляются от старых, ненужных вещей. Считают, что это просто негатив и плохое настроение и плохое здоровье создают старые вещи. Многие просто делают ремонт. Ну, а многие любят очень чисто, то есть вычищают все углы и наводят порядок. Если как и раньше так делали, то делают и сейчас. В Чистый Четверг, я не знаю, как в городе, но на селе так и продолжается эта традиция, что ночью идут обязательно в баню. О, в Марковичевке. Целый год быть чистым и здоровым. И обязательно вот именно в Чистый Четверг и ночью. Ну, конечно, старейшие люди после бани буквально до рассвета должны замочить луковую шелуху для окрашивания яиц. Так как старейшие люди, они не признают ярких этих цветных, синих, красных, желтых. Они все луковой шелухой красят. В пятницу уж, конечно, вечером же начинают замешивать тесто. Вот то, что сегодня я и буду делать, чтобы выпекать Пасху. Ну, а завтра утром, то есть в субботу, нужно раненько-раненько встать, испечь булки, покрасить яйца, наготовить разных там вкусностей. И вечером мы все вместе идем в Чечерский храм для освещения наших святых яств. То есть Папхи, Куличей, Яиц. Ой, замечательно. Будем на все ночные, целую ночь. И, кстати, раньше, мне кажется, что не так, ну, как бы шли люди, молодежь к храму, как сейчас. Вы не представляете, сколько там молодежи. И все стоят полностью всю ночь, пока идет служба. То есть верят в чудо. Верят, это хорошо, я думаю. Спасибо, Наталья. Действительно, это очень хорошо, когда мы действительно верим в чудо. Ну, расскажите про ваш уникальный музей пасхального яйца. И, в принципе, можно ли вообще попасть в эти выходные к вам в музей? Ну, я вам расскажу не только о музее яйца, а чуть-чуть еще и новинку нашу. Музей яйца «Великодный суд» он принимает посетителей от Пасхи, то есть от Великого дня, ну и до самой глубокой осени. Мы работаем с 11 до 19. Но в понедельник, как у всей культуры, у нас, конечно же, выходной. Для посещения музея необходимо заранее списаться, потому что мы стараемся принимать группы, так как в данный момент у нас активно развивается и работает новый развлекательный проект. Какой? Программа «Игровая программа с элементами народного быта», народными танцами, мастер-класс работы на пряске, мастер-класс приготовления местного национального блюда кулага, а также, конечно же, мастер-классы росписи яиц, это воском, крапанка, писанка, ну и по возможности там от возраста посетителей драпанка. Конечно, мы не можем посетителей отпустить без угощения. Тут же мы угощаем их картошкой из печи, квашеной капустой, бочки, домашним хлебом, и обязательно нашим местным десертом кулагой. Так что приглашаем всех в гости и побудете на проекте, развлечем, отдохнете, все попробуете. Спасибо. Мы уже собираем чемодан. Да, ну все, Маркович уже едут к вам в Чечерск, Наталья. Спасибо вам большое. Наталья, мы желаем вам чудных выходных, очень действительно такого душевного теплого праздника. Привет Чечерску передаем от всей нашей программы. Можно также пригласить, простите, что перебила вас, 5 мая, у нас пасхальный фестиваль. Пасхальный фестиваль, забыли. Будет конкретная программа, различные выставки продажи сувенирной продукции, будет выставка икон образ Святой Могородицы, приедет к нам монастырь Матушка Вера для продажи монастырского хлеба и развития различной монастырской утвари. Также там будет экспозиция музея хлеба, центра качества и много всего-всего интересного. 5 мая в 12.00. Пасхальный фестиваль Чечерска. В городок Залезья. Спасибо. Спасибо большое. Наталья Лукомская, директор Залезского киноконцертного центра, рассказала нам об огромном количестве мероприятий пасхальных, которые будут проходить в эти дни в Чечерском районе. Дорогие друзья, у нас практически уже получилось что-то, нет? Но пока мы заканчиваем красить яйца, я, наверное, думаю, наши зрители посмотрят чуть-чуть рекламы, чтобы мы уже показали, что у нас в результате получилось. После рекламы вернемся в студию. Друзья, на Беларусь 4 прямой эфир. Как обычно по пятницам мы строим план на выходные. Выходные у нас впереди праздничные, поэтому действительно и праздничное настроение такое, вот такое аккуратно праздничное, я бы сказала, в нашей студии. Вот интересно, какие традиции, пасхальные традиции есть в вашей семье. Звоните в студию, пишите в Вайбере, есть интересное сообщение от наших зрителей. Попробую быстренько прочитать. Татьяна пишет, что обязательно будут печь куличи и красить яйца. Дом уже блестит, все чисто, настроение прекрасное, ждем в гости родню. Оксана говорит, что будет впервые готовить творожную Пасху. И очень волнуется. Оксана, мы желаем вам удачи. Ирина, в субботу с мамой садятся красить яйца и очень обожают это занятие в семье. А, вот Ирина еще одна делится своим рецептом, красит яйца, отваривая их с морковкой, и получается яйца желтого цвета. Вот такой вот, да, натуральный рецепт. Ну что ж, дорогие друзья, делитесь вы какими-то своими традициями, рецептами. И, в принципе, для этого мы сегодня и выходим в прямой эфир, да, чтобы узнать что-то новенькое и интересное. Своими планами на праздничные выходные делятся и гости в нашей студии. Это жители деревни Маркович и Гомельского района. Напоминаю, что у нас в гостях Виктор и Валерия Шибковы. Ну, во-первых, Виктор, покажите, что у вас получилось. Да, мы только что делали мастер-класс с помощью воска. Я так до конца не поняла, как вы сделали эту красоту, но это действительно очень красиво. Ну, смысл, как я и говорил, уже заключается в том, что яйцо мы поочередно пускаем в красители, и тот краситель, который нам нужно закрепить, мы по нему рисуем воском. Вот здесь у нас получилось такое весёлое яйцо. Вот здесь и буквочки «Христос воскрес». Ну, буквально пять минут, и вот так вот в прямом эфире появится такое красивое. Ну, до конца его, конечно, чтобы довести, нужно воск будет потом удалить. Почереповать. Да, воск его вот очень хорошо феном удалять, нагреваешь, и когда салфеткой затираешь, оно, яйцо покрывается полностью этим воском, то есть частично оно удаляется, а так пропитывается, и яйцо потом красивое для подарка. Спасибо, Виктор, спасибо. Ну, а вот что получилось у Валерии, да, мы посмотрим чуть позже. Да, вот она прям с собой здесь захватилась, чтобы не забыть показать, раскрутить и рассказать. Ну что ж, вот, конечно же, сегодня вы, ребята, у нас в гостях не случайно. Дело в том, что для этого, дорогие друзья, есть приятный повод. 13 лет назад жители деревень Марковичи и Годичево Гомельского района решили возродить древний пасхальный обряд своих предков в Адженне Сулы называется. И вот в марте 2019 года Министерство культуры приняло решение о необходимости придания этому обряду статуса нематериальной историко-культурной ценности. Ну вот, Виктор, для начала расскажите вообще нашим зрителям, что это за обряд и почему он так важен для местных жителей в деревне Марковичи. Ну, если смотреть вообще глубокую историю, то этот обряд, он, так сказать, начинает цикл весновых хороводов. Вот, ну, вот именно характерный он для пасожья. Это вот в Марковичах мы проводим этот обряд на второй день Пасхи, называется он в Адженне Сулы. На Ветковщине там есть такой обряд похования стрелы. То есть вот это дни, когда вот первый, а, кстати, на первый день после Пасхи в Бездеже там уже вводят вот эти тоже хороводы, которые относятся к этому, к этой, так сказать, традиции стрельной, так ее можно назвать по-научному. Ну, то есть ее смысл в чем? Смысл заключается в предании, так сказать, пробуждении Земли. Потому что вот сейчас наши предки считали, что наступает время, так сказать, Новый год. Он заключался в чем? Земля просыпается, все вокруг просыпается, начинается новая жизнь. И чтобы вот зерна, которые бросили в землю, начинали восходить, вот, вводили вот эти хороводы. И символом того, чтобы придать силу, да, во-первых, хоровод вводишь, у нас несколько разновидностей хороводов сохранилось. Это и змейкой, велюга он еще называется, это и хоровод традиционный круговой, это и шеренговый хоровод. Вы хотите сказать, что все жители Марковичи на второй день после Пасхи, на первый день после Пасхи, да, собираются и вводят хороводы, да, призывают к весну. Я хочу сказать, все жители, это будет... Насколько активно вообще? Будет, можно сказать, громко, да, но вообще вот с каждым годом жителей становится больше тех, которые присоединяются к обряду. Вот, если взять 13 лет назад, да, то он возрождался на базе школы, и участвовали дети и несколько, так сказать, более... Виктор, расскажите, а как можно городскому жителю присоединиться вот к этому обряду, да, чтобы вот, как бы, своим корням, да, вот насколько это возможно? Все, что необходимо городскому жителю, это приехать в понедельник. То есть принимаете всех приглашать? Конечно, у нас принцип действует такой, у нас нету зрителей, у нас нету выступающих. Здесь идет традиционный обряд, да, все участники, но здесь тоже нужно не забывать, это сугубо женский обряд. Участвуют только женщины, дети... Мужчины в хороводы ходят. Да, мужчины в хороводы не ходят. Мужчины могут только сопровождать и помогать женщинам играть на кормошке под... То есть пробуждение природы, это чисто женская обязанность, только у нее так получается. А как добраться, кстати, вот в понедельник в Маркович? Автобусы или что? В понедельник будут ходить и автобусы, и маршрутные такси, то есть... То есть проблем нет добраться? Да, проблем нету с Гомельского автовокзала, каждый час выходит транспорт. Вот, начало у нас самого обряда запланировано на 11 часов в деревне Годичево. До этого все желающие могут посетить литургию в Свято-Екатерининской церкви в деревне Годичево. Тоже, кстати, памятник архитектуры. Вот, и после богослужения, вот когда все закончится, мы начнем наш обряд и пойдем вот с деревни Годичево по старинному Екатерининскому шляху, так называемому. Вот, и когда деревню Марковичи, там произведем обходы нашей деревни, и потом уже, когда обряд закончится, на территории Марковичского дома культуры, там уже продолжится праздничный концерт и другие, так сказать, народные гуляния. А я вот, дорогие друзья, всегда предполагала, что в наших деревнях жизнь кипит и бурлит. Да, это мы вот так вот в городе хоп, понедельник на работу, а в Марковичах, ой, большой обряд, сула, прямо-таки вот с самого утра. Ну что ж, спасибо большое, действительно очень интересная информация. Так что, дорогие друзья, кто желает присоединиться, пожалуйста, в понедельник к 11 утра в Маркович. Все верно говорю? Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир, ждем ваше сообщение, рассказывайте, как вы готовитесь к Пасхе, какие традиции праздника есть в вашей семье. Ну а пока узнаем, что же приготовила Гомельская областная филармония для гомельчан и гостей города в эти праздничные дни. У нас на связи Светлана Поздняк, представитель концертно-рекламного отдела Гомельской областной филармонии. Светлана, добрый вечер. Добрый вечер, студия, добрый вечер, Гомель. Добрый вечер, мы очень рады вас слышать в прямом эфире. Расскажите нам, пожалуйста, какие вообще пасхальные мероприятия подготовила наша филармония в этом году? Спасибо. Традиционно Гомельская областная филармония приглашает гостей города и гомельчан на наши праздничные концерты. Так, 14 мая состоится пасхальный концерт скандерного хора под управлением Елены Соколовой. В концерте прозвучат духовные теснотения русских, белорусских и грузинских авторов. А также песни и романсы на исполнении Константина Горошка, Галины Басюк, Александра Абросимова. Мы будем рады видеть. Теснот на концертной площадке в Дворцах культуры Железнодорожников. 14 мая. А что еще, скажите, пожалуйста, Светлана, ждет жителей и гостей города Гомеля в мае, в апреле? Или вот уже все-таки сегодня последний день? Вот, 30 апреля мы приглашаем любителей вокальной музыки на концерт наших молодых и талантливых солистов Константина Горошка и Ольги Кузьменко на вечер вокальной музыки. Прозвучает музыка таких авторов, как Верди, Штраус, Тарахманинова, Алябьева, Римского, Корсакова. Ждут гостей наших концертных площадок, ждут яркие, прониктовенные, трогающие души, фиатические, любимые мелодии в исполнении наших солистов. Спасибо большое. Светлана, спасибо. Мы будем готовиться к вашим концертам, потому что каждый концерт нашей Гомельской областной филармонии – это всегда большое событие для жителей и гостей города Гомеля. Светлана Позняк, представитель концертно-рекламного отдела Гомельской областной филармонии, рассказала об интересных проектах, ближайших проектах нашей любимой Гомельской филармонии. Кстати, дорогие друзья, на следующей неделе синоптики обещают похолодание, но выходные все-таки, говорят, будут теплыми. По данным Облгидромет, в субботу и воскресенье днем до 23-24 градусов тепла. На Пасху обещают, кстати, небольшой дождь. Так что да, захватите зонтики. Но в любом случае, когда на улице температура выше 15 градусов, это все-таки хороший повод погулять, ну, например, в Гомельском парке, или сходить в музей на одномерную выставку, где можно узнать неизвестные подробности создания нашего парка. Кстати, у нас есть два билета на выставку «Гомельский парк» 34-22-43, телефон прямого эфира. Звоните в студию и попробуйте ответить на вопрос конкурса. Итак, чем же является 35-метровая башня обозрения, расположенная в Гомельском парке? Дорогие друзья, ждем ваши варианты 34-22-43. Итак, еще раз повторю вопрос. Чем является 35-метровая башня обозрения, расположенная в Гомельском парке? Кстати, в эти дни в музее дворца также проходит уникальная выставка карликовых деревьев Дмитрия Вихарева. Называется выставка «Бонсай». Это такое оригинальное искусство выращивания декоративных деревьев. И вы знаете, вот о «Бонсай» написано очень много книг, им занимаются тысячи людей по всему миру. И порой вот на создание одного такого дерева уходит просто десятилетие. На самом деле выставка интересная, авторская и, конечно же, никого не оставит равнодушным. А вот 3 мая во дворце Румянцевых и Паскевичей состоится открытие международной выставки «Братья Ткачевы. Начало пути», представленной Брянским областным художественным музейно-выставочным центром. В рамках проекта в Гомеле будет экспонироваться 37 полотен живописцев-самородков, выходцев из российской глубинки. В таких работах обещают показать тему истории советской страны и судьбы человека. Так что, дорогие друзья, напоминаю, это прямой эфир на «Беларусь-4». И сразу после рекламы мы расскажем, какие еще интересные мероприятия проходят на Гомельщине в эти праздничные выходные дни. Дорогие друзья, не забываем, что на следующей неделе у нас такие необычные выходные, майские праздники. Необычные, потому что переносы в этом году не такие обычные, как всегда. Итак, перенос рабочих выходных дней. 1 мая отдыхаем, для тех, кто еще не в курсе. 2-го, 3-го, 4-го работаем, а потом 5 дней у нас, дорогие друзья, весенних каникул. Так что уже вот прямо сейчас строим планы на майские выходные дни. Хочу напомнить, что в эти выходные можно отправиться в музей на выставку «Гомельский парк». Кстати, прямо сейчас разыгрываем билеты. Еще раз напомню вопрос конкурса. Чем является 35-метровая башня обозрения, расположенная в Гомельском парке? Мы ждем ваши варианты по телефону 34-22-43. Ну, еще кто-то же на майские праздники отправится в музей, кто-то в театр, кто-то на дачу, кто-то займется ремонтом. У вас уже есть какие-то планы, чем вы будете заниматься в выходные майские? Отдыхать. Отдыхать после таких напряженных пасхальных приготовлений. Ну что ж, а кто-то, дорогие друзья, собирается отправиться в велотуры, в велопробеги. Дело в том, что накануне нашей программы мы связались с руководителем общественной организации «Велогомель» Светланой Поздняк, чтобы вообще узнать все подробности весенних пробегов на территории Гомельщины. А их будет очень много в ближайшее время. Но поговорить со Светланой в данный момент не получится. Причина очень объективная. Она как раз-таки направляется на очередной велопробег. Если не ошибаюсь, это корма. Вот сейчас узнаем все. Ну, вы знаете, специально для нашей программы Светлана успела снять видео, скажем так, видео-селфи такое, где рассказывает все подробности. Итак, давайте посмотрим внимательно. Дорогие друзья, велосипедная весна шагает по всем просторам. С 1 по 30 апреля более 100 велогомельчан принимают участие в международной акции «30 дней на велосипеде». Мы ездим на велосипеде и выкладываем фото со специальным хэштегом «30 дней офф-байкинг-бай». Присоединяйтесь, ищите фото, любуйтесь. Вело-весна шагает по всей Гомельской области. 26 апреля велопробег в корме. А 1 мая мир трудмай, давай катай в речице. 5 мая мы приглашаем всех жителей Гомеля принять участие в велосипедном пробеге в нашем областном центре. В 10 часов утра на площадке возле Государственного медицинского университета будет дан старт этого пробега. Приглашаем всех вас, приглашаем всех жителей Гомельской области и Белоруссии принять участие в велосипедном пробеге. Выбирайте велосипед, этот экологически удобный, мобильный, замечательный вид транспорта. До встречи на велосипедных просторах Белоруссии. С любовью к велосипеду в Велогомель. Пока! Светлана Король, вот так вот эмоционально пригласила нас всех на велопробеги. Светлана, спасибо большое. Да, Велогомель, как обычно, рулит, да, что называется. Виктор, есть велосипед у вас в семье? В Марковичах вообще это, наверное, ходовой вид транспорта сегодня? Большинство жителей. Да, ну так вы никогда не участвовали в таких велопробегах? Ну, с Марковичей далековато ехать на велосипед. Ну, что подобное, вот мы вам уже практически придумали, чем заняться на майские праздники. Берете велосипед, берете детей и вперед на пробег, что называется. А они, кстати, любят кататься на велосипедах. Какой ребенок не любит кататься на велосипедах? А сейчас взрослые, посмотрите, как пересели все на велосипеды. Вообще, мне кажется, вот судя по этому видео и по спортивным афишам, гомельчане ведут очень активный образ жизни. Вы знаете, вот наряду с выставками, дорогие друзья, наряду со спектаклями, с концертами, в нашем регионе проходит очень много спортивных фестивалей. Вот, например, в субботу, 27 апреля в Гомеле, во Дворце культуры фестивальной, впервые пройдет паркур-фестиваль в программе шоу от учеников Академии паркура «Прохождение полосы препятствий на скорость». Вы на меня так смотрите, как будто не знаете, что такое паркур. То есть, да, вот для тех, кто не знает, покажите, что это такое. Вот я прошу фотографии, что это такое. Дорогие друзья, вообще организаторы обещают, что все желающие могут попробовать свои силы в прохождении трассы. Итак, напоминаю, завтра в 15.00 по проспекту Реческий, 24, остановка «Сквер» имени Янки Купалы. А вы знаете, есть еще информация для любителей рыбалки. 5 мая на озере Чернецкое состоится фестиваль «Гомельский фидер-2019». Вообще, эти соревнования всегда очень популярны у гомельчан, даже у тех, кто приходит на берег реки без удочки, просто посмотреть, как это делают профессионалы. Еще раз напоминаю, «Гомельский фидер» 5 мая озера Чернецкое. Кстати, Виктор, мне кажется, мы сейчас вам организуем полностью майские праздники. После велопробега какой отдых? Да вы что, 5 дней выходных, надо активно отдыхать. Но мы же не сказали, какой активный. Смотрите, у вас есть удочка вообще? Да. То есть можете вполне присоединиться. Мы с сыном очень любим ходить. Ловить рыбу. Да, вот у нас в деревне за нашим домом буквально 500 метров пешком пройти, там есть небольшое озеро, мы туда с ним ходим ловить небольших карасиков. Ну что ж, дорогие друзья, я напоминаю, что у нас конкурс. Мы разыгрываем пригласительный билет в музей на выставку «Гомельский парк». Итак, чем является 35-метровая башня обозрения, расположенная в Гомельском парке? Перебиваю вас, потому что есть телефонный звонок. Не могу, не могу его упустить. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Ольга. Ольга, скажите, пожалуйста, чем является 35-метровая башня обозрения, расположенная в Гомельском парке? Вот ваш вариант. Это труба бывшего сахарного завода, если я не ошибаюсь. Да, мне тоже очень удивительно, что так долго собирались с мыслями наши телезрители. Мне кажется, это очень простой такой был вопрос и такой понятный ответ. Ну что ж, вы только что выиграли билеты в музей на выставку «Гомельский парк». А там вы сможете узнать еще больше подробностей о нашем Гомельском парке. Хороших выходных вам, да. Дорогие друзья, конкурсы продолжаются. Вот мы тут строим план уже и на майские, как бы выходные. Кстати, 1 мая можно отправиться в театр. Билеты на спектакль «Любовь без тормозов» в Гомельский областной драматический театр может выиграть победитель еще одного конкурса. Надо ответить на вопрос, как называется собор в Гомеле, имя которого совпадает с именем собора в Санкт-Петербурге. Дорогие друзья, не спешите, подумайте внимательно. 34-22-43. Напомню вопрос, как называется собор в Гомеле, имя которого совпадает с именем собора в Санкт-Петербурге. Ну что ж, мы строим планы на выходные, на майские дни. Так, про Велогомель узнали, про рыбалку тоже узнали. Кстати говоря, про спорт. Продолжается такая спортивная афиша. Футбол любите, Виктор? Очень. Смотреть или играть? С сыном играть. С сыном играть? В последнее время это наша самая любимая игра. А на футбольные матчи, сын, не берете? Вот сходите, кстати. Говорят, очень увлекательно. Кстати, завтра, 27 апреля в Гомеле, в рамках чемпионата республики по футболу, на стадионе Локомотив встречаются команды Локомотив из Гомеля и Реческий спутник. Начало матча 16.00. Вход свободный. Также завтра состоятся матчи по мини-футболу, чемпионат Беларуси. Итак, в 2 часа дня в универсальном зале игровых видов спорта на стадионе Локомотив встретятся команды БЧ «Гомель» и МФК «Брест». Ну а в 17.00 там же встретятся команды ВРЗ «Гомеля» и «Борисов-900». 2-4 мая, дорогие друзья, в Гомеле пройдут сразу два спортивных состязания. Это первенство по гребле и пляжному волейболу. А вот с 30 апреля по 4 мая состоится открытый областной турнир по боксу среди мужчин, посвященный Дню Победы. Вот такие вот, дорогие друзья, мы увидели ближайшие выходные дни на Гомельщине. Очень надеемся, что наша информация поможет вам сделать эти выходные яркими и насыщенными. Ну, есть одно незаконченное дело. Все-таки впереди такие, да, красивый пасхальный праздник. Мы сегодня вот пытались декорировать яйца. У нас получилось очень красиво. Но покажите, что же получилось, Валерия, вот в вашем случае. Давайте напомним. Мы все завернули салфетками. Да, вот салфеточками все завернули, прокрасили. Да, все это полили красочкой. Вот оно полежало минут 10. Вот открывайте. И... А то не поверит никто. И... Барабанная дробь. Да, неужели так все просто? Если Виктор долго-долго украшает, получается... То есть здесь можно три десятка за 10 минут. Да, и действительно, это 10 минут оно покрашено, все готово. То есть яйцо надо отварить до этого. Да, и желательно горячее. Вот оно было теплое, и они взялись такими. Ой, вот посмотрите, какая красота. Я знаю, чем буду заниматься завтра, рано утром. Взялись... А когда горячее, оно прям... Здорово. Прям сильно. Просто. И, в общем, какие краски выберете, такая цветовая гамма и получится. Спасибо. Ребят, спасибо вам большое за ваши советы. Спасибо, что пришли, нашли время, пришли сегодня в нашу студию. Дорогие друзья, наш программа подходит к концу. И я напоминаю, что в первый день после Пасхи в деревне Марковичи пройдет уникальный пасхальный обряд в Адженне Сулы. Да, и приглашаются все желающие. Есть еще одно незаконченное дело. Это, конечно же, розыгрыш пригласительного билета на спектакль «Любовь без тормозов» в Гомельский областной драматический театр. Напоминаю, билеты на 1 мая разыгрываем, и вопрос звучит так. Как называется собор в Гомеле, имя которого совпадает с именем собора в Санкт-Петербурге? Если сейчас будет ответ правильный, то у нас будет победитель. Если неправильный, то приз переходит на следующий наш прямой эфир. Итак, добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте познакомимся с вами для начала. Давайте. Как вас зовут? Меня зовут Любовь. Любовь. Вообще любите театр, спектакли наши? Да. Ну что же, у вас есть возможность выиграть билеты на 1 мая, на спектакль «Любовь без тормозов». Скажите, пожалуйста, как называется собор в Гомеле, имя которого совпадает с именем собора в Санкт-Петербурге? Мне кажется, это собор Петра и Павла. Ну, конечно, это Петропавловский собор, который находится в Гомеле, да, в нашем парке. Вот это, кстати, входит, да, в Гомельский дворцово-парковый ансамбль. Ну что ж, мы вас поздравляем. Вечер 1 мая у вас уже распланирован. Вы идете на спектакль «Любовь без тормозов» в Гомельский областной драматический театр. Кстати, пригласительный билет на двух человек, так что у вас еще есть время найти себе спутника. Дорогие друзья, добрый вечер, Гомель. Добрый вечер, да, заканчивается на телеканале «Беларусь-4». Но есть, скажем так, но вечер пятницы все-таки продолжается. Вот в преддверии 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал «Беларусь-4» показывает документальный цикл о малоизвестных страницах истории съемок самых популярных военных кинолент производства киностудии «Беларусьфильм». И вот каждую пятницу, это уже стало такой доброй традицией на протяжении этого месяца, после доброго вечера вас ждут кинометры войны и любимый военный фильм. Сегодня вы увидите действительно очень такую необычную, но очень знаменитую картину «Девочка ищет отца». Эта картина, она имеет очень интересную историю создания, подробности которой вы узнаете сразу после нашей программы. Ну а пока давайте небольшой анонс посмотрим. На главную роль фильма «Девочка ищет отца» Аня Каменкова попала, как это часто бывает у больших актеров, совершенно случайно. «Леночка, помоги, пожалуйста, хозяйничать». Фото и кинопробы проводились сотнями детей. Нужно было иметь, во-первых, радское терпение, во-вторых, ну что такое ребенок? Каждого ребенка это нужно раскачать, уговорить, заставить его заплакать, засмеяться. Это очень трудно. Я одну сестру, Кристину Поплазскую, приглашали на роль вот девочки той маленькой. У нее был дефект, у маленькой дефект речи, и поэтому она не прошла. Она была одной из кандидаток на эту роль. Дорогие друзья, напоминаю, вечер пятницы на телеганале «Беларусь-4» продолжается. Я желаю вам хорошего просмотра, ну и, конечно же, очень хороших выходных, таких душевных, добрых, семейных, очень теплых и, конечно же, праздничных. Это был еще один добрый вечер, Гомельс, Наталья Волонец. До новых встреч в прямом эфире.